Нерешенные вопросы накопились и коллегу Ляшко. Нардеп Сергей Каплин считает, что радикалы незаконно называют себя фракцией, ведь в их депутатской группе не хватает депутата-мажоритарщика, как того требует регламент. А называться фракцией Ляшко разрешили взамен на поддержку большинства при голосованиях с последующим вхождением в коалицию. Согласно статье 58, часть 1 Украинского регламента, регламент Верховной Ради Украины, фракция должна складаться из списочников, как это говорится в народе, и хотя бы одного мажоритарника. Никакого мажоритарника эта партія не имеет. Эта фракция позволила раздерибанить страну, эта фракция позволила порубью и компании наступить на горло опозиции в Верховной Раде Украины. И эта фракция сегодня проводит политику Международного валютного фонда в Верховной Раде Украины и в целом в нашей стране. Отжимание украинской земли в украинских граждан. Они позволяют сборить тарифы, они позволяют заморожать пенсии, зарплаты. Фактически делают все, что диктует руководство Международного валютного фонда. Но не все требования МВФ и других западных партнеров в Украине спешат выполнять. Задекларировавшие миллионы депутаты и чиновники ведь до сих пор спят спокойно, без проверок. А сегодня вообще стало известно, что из Национального реестра исчезли две сотни деклараций украинских чиновников. Произошло это после недельного перерыва в работе сайта и обновления системы. Большинство утерянных документов от высокопоставленных сотрудников Генеральной и Военной прокуратур. Среди них Юрий Луценко и Анатолий Матиос. Только ближе к вечеру в Национальном агентстве по предотвращению коррупции объяснили, такие меры временные и якобы приняты для обеспечения безопасности силовиков. Уверяют, что декларации до сих пор хранятся на ресурсе.